у нас сегодня очередной день гуляния дома карантин все такое вот вышли подышать свежим воздухом потому что хорошая погода потом опять снег пойдет мы снова на таганской его просто смотрите москва реально пустая тут просто не машин не людей магазы все закрыты все закат стасик что у тебя закрыто много это или мало закрыто много продолжаем обзоры сырков сегодня у нас что там ну сегодня первым делом газированный какао не знаю но завтра у тебя цветный какао будет с клубникой для пластмассовых дверей для стеклопакетов приятного аппетита полная какао да да полный какао как и в магнит самый топ это из-за шан или бою александров бою александров это уже такие вот последнее время все сидим и обсуждаем если все-таки москву закроют во первых насколько во вторых чего блять сделать сваливать куда-нибудь или нет а если сваливать туда и как вообще существовать напишите что вы думаете поэтому чем занимаетесь дома сидеть долго по моему вообще не варень невозможно собственно о чем вообще сегодня гулять то вылезли хотел снять обзоры 6 открывшихся новых станций метро некрасовской линии в москве вот собственно сейчас этим и займемся и вам покажем пересадка с авиамоторной желтой временная наземная под землей пока не прорыли тут вот во входной группе в коридоре фотки с метростроя и вот эту и думаю надо было им свои прислать чтобы тоже тут понавешали их сегодня 29 марта открыли станции уже дня как 3 запах запах метростроя здесь все еще стоит бетон вот это вот все вот этим пахнет надо им тут провентилировать продезинфицировать нормально все еще есть забавно что-то как-то станцию даже не особо помыли к открытию тут есть такая строительная пыль снова запах этот опять же бетона здесь я так понимаю как раз будет видимо реализована либо пересадка в центре зала в середине станции прям либо второй выход хотя нет мне кажется почему-то пересадка будет а второй выход скорее всего расположит вон там там акмаль фоточки делает собственно спасибо ему за это загляните к нему в инст как по мне станция по архитектуре на троечку на три с половиной из пяти где-то вот так вот плюс минус в тоннелях кстати горит рабочее освещение и благодаря этому видно такой довольно таки большой крутой уклон ну и вот типичная картина для новых свежих открытых станций это все вот эти вот отражение все такое зеркальное чистенькая стандартный инфосос со схемой и зарядниками ну и сочетание как обычно вот это черно-бело-серого такого это уже баян на довольно таки а мы сейчас ждем поезд в сторону лефортово поедем туда почти идеально лефортово полностью пройти состав у нас заняло одну минуту ну здесь как-то все то же самое черно-белые тона пыль здесь ее хорошо видно кстати строительная пылюка но да запах тот же а мы вот вот оттуда все никак не могли прийти когда это дело все еще строилась не доходили мы сюда от рубцовской он тогда чуть как-то однообразненько все посмотрим может найдем чё отличительная центральная платформа также здесь проемчик для перехода на другую платформу лифт боковые платформы по центру лестницы ну разнообразие маловато но зато 6 станций за раз в питере бы так хотя в плане фоточек тут конечно можно с этими отражениями нормально так поиграться но различие все-таки небольшие есть тут южные под южные половины платформа намного намного шире дайте сказать вот поэтому все таки в этом отличие небольшое имеется еще тут пофоткаем и поедем уже в сторону кассино ну еще небольшое различие состоит в том что здесь как реализованы с центра зала не старца пересадочная сколько знаю на никуда не будет вот так вот сделано а а и а Продолжение следует... Нижегородская, тут разнообразие платформы боковые, а не астроная, ну да, боковые получаются. И вот такой вот трешак тут происходит. Что за пиздец, блядь? Две здоровых платформы, четыре пути, почти как на партизанской, только там три пути. И полы еще липкие, мокрые, моют их тут, намывают. Вот, здесь мы еще поднимемся наверх и поглядим, что сверху происходит. Потому что планируется здесь довольно-таки крупный транспортно-пересадочный узел. Цветовое оформление тут, конечно, вообще наркоманское. Тоже все такое серо-черно-белое, желтый-зеленый еще добавили. И ребята явно не успели к открытию. Тут намывают удлинители по всей станции. И вот хорошо видно, как разные линии в разные стороны уходят. Прикольно, кстати, сделали. Для пассажиров это будет явно удобно пересаживаться вот так. И здесь, насколько я помню, будет пересадка, судя по всему, с Большой Кольцевой на Некрасовскую линию. Потому что сейчас участок от Нижегородской до Лефортова в составе Некрасовской. А когда Большое Кольцо достроят, уже будет участок Лефортова-Нижегородской в составе Большой Кольцевой. А вот это вот все в Некрасовскую, видимо, пойдет. Отличное решение. Идти намывать полы и тут же плевать себе под ноги. А на Нижегородской мы решили подняться наверх, посмотреть, что наверху происходит. Наверняка там сейчас полный пиздец. Потому что, как я уже говорил, здесь большой транспортный узел будет. То есть МЦК, железка, метро. Везде это все надо как-то располагать. А там еще подземная речка довольно-таки длинная присутствует. Ну, сейчас поглядим, что здесь происходит на 29 марта. Вообще, как в Тер-Гуссу, мне жопа верит. У того, что подбивают разом 6 станций. В некоторых городах из себя метрополитены представляют всего 6 станций. Как бы, какого-то ляха. А подземный вестибюль, да, вход вот довольно-таки такой большой. И разноцветный весь, что даже в глазах рябит, как в каком-нибудь Берлине. А Нижегородское получает новую. 4,5 из 5, потому что вот эти разноцветные панели как-то очень пиво довольно-таки смотрятся, как по мне. А как самостанция, как вот в мост-платформе, это nice. А наверху вот это все вот так вот выглядит. Здоровая площадь. Понятно, что под большие пассажиропотоки. Правда, ни хера не видать ни железки, ни МЦК, ничего. Но все довольно-таки чистенько, ухоженно и прочее подобное. Вот такой здоровенный вокзал тут отстроили, стеклянный. Сверху посмотрели, теперь снова занырнем вниз и поедем на Стахановскую. Стасе, кстати, привет. Кто там в перегоне Стахановской, Окская? Свою куртку в бетоне в мандячил. По сравнению со всеми остальными, здесь также боковые платформы. Пути идут как в Париже, посерединке. И очень ярко, освещение прям очень-очень яркое. Вот это вот по оформлению такая посимпатичнее. Я думаю, где-нибудь на четверочку вполне. Но выглядит как-то, не знаю, все вот это новое, как-то дешево выглядит. По сравнению со старыми станциями, где там в отделке используется там мрамор всякий и прочее подобное. Здесь вот эти вот какие-то пластиковые панели непонятные. Выглядит вроде и нормально, прилично, но дешевизной некой отдает. Вот, даже местами вспоминается Дунайская в Питере. Вот такая вот получается Стахановская. В принципе, да, на четверочку по оформлению. Но все остальное, как-то не знаю, стандартное. Вот реально пылище, отражение. Даже не знаю, что... А в ней нет никакой особенности, по идее. Так что... Поедем дальше. Акмаль тут нашел все новое развлечение. На каждой станции ему тетка в дом договорителя орет, чтобы он ушел от края платформы. Вот реально на четырех станциях сейчас были, и на каждой ему это орет. Кстати, привет Дунайской в Питере. Все-таки не зря у меня с самого начала возникла мысль, что что-то мне напоминает это все. Акмаль, что вы скажете по поводу качества выполненных работ? Каких? Ну, строительно-монтажных. Не знаю. По пятибалльной шкале. На этой станции? Ну, вообще, вот на всех четырех, где были. По пятибалльной? Ну, не знаю. Не меня ценю в тебя особо. Ну, почему? Ну, вот ты же сам вот что видишь. Я же тебе не говорю, там, блядь, тоннели текут и все такое. Просто вот ты как сам думаешь, на сколько? Ну, может на четыре, не знаю. А я бы на троечку скажу. Блин, ну вот это пиздец, ну, блядь. Там удлинители, здесь тряпки, блядь, везде пылище. Так а нахуя открывать, если, блядь, у вас тут еще такой... Понятное дело, что это все со временем нормально будет, но, блядь, как-то не круто. Собственно, Окская, на которой все ок. Точнее, даже вот так. Ок. Ну, посмотрим, что здесь. По-прежнему на всех станциях запах вот этого бетона метростроевского. Всех этих дел. Тоже боковые платформы, пути посередине. Вот эти вот колонны. Все одинаково, кроме вот небольших отличий в оформлении путевых стен. Или даже не путевых, не знаю, как их правильно назвать. Ну, тут вот элементы синего, серого. Что у нас здесь по косякам? Полы относительно чистые. С проводкой тут, ребята, париться вообще не стали. Ну, выхода, кстати, тут уже два сделали сразу. Но народу от слова никого. Ни работников, ни пассажиров. Вообще никого. Мне кажется, если тут сейчас начать поле притаптывать, будет хорошо. И тишина, главное. Полная, полнейшая. А вот как раз и то, что я говорил про нас. Подземную пересадку. Подземлю ее пока еще сделать не успели. Но, не знаю, может нам не повезло, но ни хера она не бесплатная. У нас в строек бабки посписывали. Юго-восточная. Тут сразу в глаза бросается, что отделка такая, закос подолдовость. И подвосток. От предыдущей станции единственное совпадение. Это вот тоже боковая платформа. Но нет вот этого. Нет вот этой черно-белой, серой цветовой гаммы. Вот такое все. Желтоватое, оранжевое. Плюс колонны тоже. Вот эти сделаны с закосом под восточную архитектуру. Ну, в этой станции, я думаю, вполне можно тоже четыре с половиной из пяти. Потому что полы тоже пыльные. И вот эти вот металлические профиля тут тоже как-то совсем не в тему. Зачем они тут? Непонятно. А лавочки прикольные. За лавочки отдельный. Лайк. И получается вот в этом торце переход на соседнюю платформу. А в том торце выход на улицу. Куда мы, собственно, сейчас и направимся. Посмотрим, как там наверху дела обстоят. Вот, кстати, изначально именно вот так ее и хотели эту станцию назвать, юго-восточную. Но местные жители оказались немножко против и... Ташкентская улица. И назвали юго-восточную. Хотя название тоже не очень. А вход себе представляет тоже вот такие подземные переходы здоровые, как и везде до этого. И в таком же вот оранжево-бежевом цветовом сочетании. Ну, вот так вот выглядит юго-восточная сверху. Стандартные входные группы в подземные переходы. Стеклянные. На улице просто реально никого, блядь. Москву такой еще никогда не видел. Те, кто вот мечтали, чтобы было как в Чернобыле и все такое, вот наслаждайтесь сейчас консервами, людьми в противогазах, отсутствием людей на улицах и всем подобным. Пришло ваше время. Вы дождались. Вот. Мы еще порассуждали о том, что не классно называть станции вот так вот юго-восточными, всякими, юго-западными. Ну, по-моему, это глупо. Вот. А этот видос уже подходит к концу. Мы сейчас поедем по домам, так что как обычно комментируйте, пишите, что думаете об этих станциях, заглядывайте, как малю в инстаграмчик, там тоже что-нибудь можете написать про шарниры, например, или сырки. А мы поедем домой, так что всем покедово и до следующих видосов. Касино открыли хоть и намного раньше, но потолки тут отдают Дунайской.